КОНЕЦ Как-то ранним утром в долине мумий-троллей появились два путника, Товсла и Вивсла. Товсла был в красной шапочке, а Вивсла нес большой чемодан. Они пришли откуда-то издалека и переговаривались между собой на удивительном языке, понятном только Товслом и Вивслом. Товсс, Товсс, Товсс. Дымсла! Что-то готов смят! Каксла по-твоему, к ним можно войти Таксла или инаксла, там готов-слят, approfла. КОНЕЦ Ну, как? Постучим, Сла? А вдруг, Сла, кто-нибудь выйдет и раскричит, Сла? Кофе готов! Ой, кто-то шмыгнул в подпу. Сниф, спустись к ним, дай им молока. Эй, где вы тут? Молока надо? Какая дурость сидеть в картошке. Вот глупые крысы. Семь, смотри, крыша! Эге. Они иностранцы. Они так смешно говорят. А как это звучит? Сан-с-ла-ты-кры-с-ла. Хе-хе, здорово! Емуль переведи. Хм, похоже, они сказали Снифу, что он старая облезлая крыса. Ах, так? Ну, так иди и передай им, что я, отродясь, не видал таких свиномордий. Тихо, сиди, Сла. Добро пожаловать, Сла. Прошу, Сла. Выходи, Сла. Ой, молоко-сло. Хе-хе-хе. 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 Кусло. Хе-хе. Иностранцы. Как же я узнаю, что им подать на третий в обед? Ох, ох, анюшки. Вот так маленькие иностранцы Товсла и Вивсла поселились в мумидоме. Они ни перед кем не задирали носа и все время бродили по долине, всюду таская за собой свой тяжелый чемодан. Спаси! Помоги, Сла. Ой, ой, кораусла. Ой, как вкусно! Спасибо! Что с вами, Слава? Что случилось? Мора, идет сла! Заприсывайте тесно сердце! А что случилось? Что тут? Мора, идет сла! Что вы сказали? Чем, Оль, переведи! Хм, какая-то мора идет! Говорят, надо запереться! Запереть двери! Всем вооружиться! Установить сигнальный звонок! Всем быть наготове! Так, пожалуй, нам тоже можно поспать! Ах, как тихо! Темно и страшно! Ух! Снос мумрит? А! Хочешь, я расскажу тебе страшную историю? Страшную? Да-да-давай! Ну так вот, на самом краю света стоит высокая гора, гладкая, как шелк, и черная, как сажа. Склоны горы падают в бездну, вокруг вершины парят облака, а на самом верху стоит черный дом. В том черном доме живет черный волшебник. Ого! По ночам волшебник выходит из дома. Он поднимается высоко в горы, опускается на морское дно, он рыщет по всему свету и собирает красные, как огонь, рубины. Да что ты! Рубины! А на что ему столько рубинов? Да ни на что! Он собирает их и тут же выбрасывает, и снова ищет, ищет. Вот тяна! Выбрасывает? Ну да! Ему ведь нужен только один рубин, королевский, и пока волшебник его не найдет, не будет ему ни счастья, ни покоя. Он обшарил уже почти все планеты, а недавно был даже на солнце. Пробовал и там искать, но ничего не вышло, уж слишком горячо. А сейчас волшебник отдыхает на прохладной луне. Не может быть! Да-да! Сущая правда! А-а-а! Чудеса! Муми-тролль, а какой он, этот королевский рубин? Он такой, ну знаешь, какой, ну вот вспомни свой самый прекрасный сон, так он лучше в сто раз. Морра! Морра пришла! Эй, морру! Где морра? Это я. В сущности, мне не до вашей морры. Мне надо выйти. Туда нельзя. Там опасно. Глупости. Это не из тех событий. А-а-а! Какая страшная или ужасная? Бедная крошка. Просто ужас! 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 Морра! Ушла-сла? Спи-сла, спокой-сла. Слав-сла, Бог-слав. Ку-ку, 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 тринья почта! В долине поговаривают, что чемодан-то принадлежит море. Не может быть! Да вы читайте газеты, а я полетела. Ку-ку, ку-ку, впервые в долине крупная кража. Чудовищные подозрения. Раскрыть тайну черного чемодана. Морра против топслы и випслы. Общественность долины требует расследования. Эх, молодость, молодость. Был чудесный, теплый день. Все жильцы мумидома расположились на залитой солнцем лужальке. За ящиком, изображающим судейский стол, сидел мумитроль. Прошу назначить меня прокурором. Я буду их обвинять. В таком случае я буду адвокатом. Я буду их защищать. Ты, сула, все понимасло. Совсем ничего сло. Высказываться будете, когда вас спросят. Кому принадлежит вышеозначенный чемодан? Вам или Морре? Нечто, да, сла. Запиши. Подсудимые запутывают следствие. Чемодан, сла, насла, а Морра содержи, сла. Вот что говорит Товсла. Море принадлежит не чемодан, а содержимое чемодана. Как же это? Не может быть. Вот это да. Как? Все просто, как апельсин. Море нужно вернуть содержимое. А эти свиномордии пусть остаются при своем тухлом чемодане. Ничего не просто. Всякой вещи достойный хозяин. Вы все видели Морру. Я спрашиваю, может ли она при такой внешности иметь право на содержимое? Ловко ты это подвел. Вы только представьте себе, какая она одинокая. Это Морра. Никто ее не любит. Может, содержимое? Это все, что у нее есть. Одна одинешенька в ночи. Обманутая. Обобранная Товслами. Товслами и... Тихо! Слово свидетелям. Мы ужасно любим Товслу и Вивслу. А Морра нам совсем не понравилась. Очень жаль, если придется вернуть ей содержимое. А почему молчит свидетель-андатор? Из всех бесполезных дел, самые бесполезные, это болтать лишнее. Кемоль, вон твоя бабочка летит. Где? Вот она. Выши, выше, выше. Вот она. Сюда. Вот она есть. Ага. Поймали. Хе-хе. О, нимфолида, порезайтесь, пятикрылка пустолапая. Подсудимые, вам последнее слово. Что, сла ты, мумий тролль, все ругаешь, сла? Можь, сла. Ты поешь, сла? Очень вкусно. А нельзя ли узнать, из чего, собственно, состоит это содержимое? Это секрет. Для них содержимое это самое прекрасное, что есть на свете. А для Морры? А для Морры оно всего лишь очень дорогое. Ну, дефицитное, что ли. Трудный случай. Ой, боюсь, сла, ой, карамула, сла, боюсь, ой, карамула, сла. Стоп, Морра. Я судья, и я принял решение. Не согласишься ли ты, чтобы Товсла и Вивсла выкупили содержимое чемодана? Сколько ты за него просишь? Дорого. А может, уважаемая Морра согласится меняться? А что у вас есть приличное? Из всех бесполезных вещей в муми-доме самое бесполезное это волшебная шляпа. Отдайте ее и дело с концом. Верно. Муми-тролль, сыночек, принеси ее сюда. Вот. Она абсолютно волшебная. Докажи. Ну, что я говорила? Подумайте только, что может получиться, если положить туда, скажем, тыкву. Эх, суета, суета. Как хорошо, Сла, все сошло, Сла. Хе-дай-дай-дай-дай-сла. Что они опять там сказали? Добрый денечек. Примерно в этом роде. А-а-а. Ну и язык. Ничего не разберешь. А маленькие иностранцы Беззаботно брели по долине. На Товсле болталась красная шапочка, Вивсла нес большой чемодан. А вокруг цвели цветы, Гудели пчелы, И ярко светило Ласковое солнце. Кто, Сла? А, как Сла, по-твоему? С ним ничего, Сла, не случилось? Давай, Сла, посмотрим. Откреслай чемодан. Приятное. Ну, я не знаю. А-а-а-а. Ну, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дайд! И-а-а? Субтитры создавал DimaTorzok